Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с нами главный тренер футбольного клуба Соков Дубль Емельянов Илья Николаевич. Здравствуйте! Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, дорогие болельщики! Рады вас видеть! Давайте перед тем, как перейти к предстоящему сезону по мини-футболу, немного поговорим о прошедшем сезоне большого футбола, о дубле, главным тренером, которым вы являетесь. Во-первых, хотим вас поздравить с таким триумфальным сезоном. Ребята сразу вышли во второй дивизион. Если честно, ожидали ли такого успеха от команды? Да, спасибо за поздравление, конечно. Ну, если подводить итоги прошедшего сезона, ну, скажем так, не то, чтобы ожидали, но мы, конечно же, настраивались на результат, даже не на золотые метали, но на какое-то призовое место. Сказать, вообще, по сезону, да, ребята молодцы, многие из молодых ребят очень порадовали, их прогресс налицо. В команде реально очень много совсем молодых ребят, насколько для них был важен такой опыт? Да, действительно, ребята молодые, и многие, очень многие из них вообще впервые играют на чемпионате Брянской области среди мужчин, среди взрослых, да. Опыт, да, я думаю, у них колоссальный опыт, они получили очень много игровой практики, и прогресс виден, я думаю, что у большинства из команды. Ну, наверное, я начну с Бирюкова Павла, да, это действительно молодой, талантливый парень, ему для своей манеры игры он выделяется, я бы сказал, что на данный момент это один из молодых игроков, который действительно может вливаться во взрослую команду 1-й дивизион. Шепель Захар также очень порадовал, но это его не первый опыт выступления среди взрослых, он уже играл за Лев, не один, по-моему, сезон. Также очень порадовал Карасев Матвей, действительно, тоже очень молодой игрок, и у него есть все данные и все шансы играть в большой команде 1-м дивизионе. Выделить еще Крылов Герман, это тоже, как бы сказать, он закрепился в основном составе, да, в дубле, и при определенной работе, которую он должен будет проделать, он тоже также сможет играть в 1-м дивизионе. Щерба Иван, да, несмотря на травму, которую он получил, играя за основную команду, я бы также выделил его как игрока, который может уже подводиться к большой основной команде. Уже команда в следующем сезоне стартует во втором дивизионе. Насколько ребятам будет там тяжело? Вообще, я не знаю, как и говорил до старта этого сезона, я и 3-й дивизион не знал по силе, также и не знаю 2-й дивизион, но исходя из того, какие игроки там играют в некоторых командах, конечно, он отличается по своей силе, по своей подготовке, по мастерству, потому что многие из тех людей, кто там играет, играли в 1-м дивизионе, есть там ветераны, которые играли и чуть выше чемпионата Брянской области, поэтому будет достаточно тяжело. Как вы думаете, готовы они психологически к этому дивизиону? Психологически, да, потому что они действительно получили морально и вообще физически такую, скажем так, неоценимый опыт, потому что видно было по первым, двум, трем играм, что ребята начальным играм как-то терялись, как-то были скованы, но с каждой игрой они более раскрепощались, были как-то более, знаете, увереннее в себе. И я думаю, что здесь уже не повлияет на них никак смена дивизиона. А ведь возможно такое, что при условии очередного успеха команда «Дубль-Сокол» выйдет в первый дивизион, и у нас будет две команды бороться между собой? Ну, вообще, конечно же, возможно, но, насколько мне известно, по правилам чемпионата нельзя, чтобы была и основная, и дубль с одного города в одном дивизионе. Поэтому я думаю, что мы не увидим и «Сокол», и «Сокол» в дубль в первом дивизионе. Значит, будем биться во втором. Да. Впереди старт мини-футбольного сезона. Будет ли в команду привлекаться какие-то ребята, игравшие в дубля? Ну, на самом деле мы еще прорабатываем этот вопрос. Как все успели заметить, мы привлекаем ребят на тренировки с основной командой по мини-футболу. Дубля по мини-футболу не будет, но мы привлекаем молодежь. Исходя из того, что мы будем видеть на тренировках, мы примем решение. Может быть, если хватит, скажем так, заявочных мест, и ребята действительно покажут результат, кого-то из молодежи мы все-таки заявим. В целом, как у команды настрой? Не давит ли психологический такой триумф прошедшего сезона все-таки чемпионы? Давление прошло уже на самом деле, оно длилось и недолго. Как бы нам этого не хотелось, мы с ребятами на первых двух тренировках об этом разговаривали, что это было в том сезоне, это прошло. И на самом деле, это новый сезон, ничего абсолютно не давит, поэтому нужно просто выходить и доказывать, что мы не просто так стали чемпионами. Какая задача у команды на предстоящий сезон? Задача всегда одна, она стояла, что на тот сезон, что на этот, это выигрывать каждый матч. Конкретных задач, чтобы защитить, мы не будем их озвучивать. Пускай будет так, что у нас задача стоит, да, только выигрывать каждый матч. А кто в этом сезоне главный соперник? Все те же ребята или можно ожидать, что кто-то основательно укрепился и бросит вызову топовым командам? Все те же команды, которые были в том году, они не стали ни хуже и, насколько мне известно, ни сильнее. То есть, поэтому борьба будет такая же плотная, такая же интересная. Я думаю, что в этом году опять 4-5 команд будут очень близки друг к другу, и чемпионат будет также интересен. В соцсетях мы видели, что в команде будет усиление, будут новички. Можете их представить и немного рассказать о каждом? Ну, если брать именно о новичках, которых вообще не было в нашей команде, да, это пока только один новичок у нас, это Балабанов Виталий. Позвали мы его из футбольного клуба «Свень». Вот, защитник хороший парень, крепкий. Мы надеемся, что он нам на протяжении всего сезона поможет. Еще новых пока не предвидится. Если брать из, скажем так, тех, кто играл в большой футбол в прошедшем сезоне, но не играл за нас в том году в мини-футбол, то это, конечно же, Евгений Синица к нам пришел в команду мини-футбольную круговых «Дмитрий». Еще у нас добавился Роман Редько. Он, скажем так, выполнил свои договоренности с футбольным клубом «Локомотив», мини-футбольным клубом. Вот, и пришел, мы рады были его видеть. Также, ну, я бы не сказал, что это новенький, просто человек отдавал долг родине. Толобков, Игнат. Мы все ждали его возвращения как на большой футбол, так и на мини-футбол. Поэтому, ну, вроде как бы немного усилений, а на самом деле, скажем так, пять человек. Все те же лица. Все те же лица, да. Все у нас. Все-все-все мы их знаем. Илья Николаевич, спасибо вам большое за интервью. Конечно, вам успехов в новом сезоне. Ну, а как всегда, по традиции, пару слов для наших болельщиков. Спасибо большое, что поддерживали нас на протяжении большого футбола. Сезон был длинный. Сами видели результат. Все равно спасибо вам за поддержку. Неважно, какие были достижения. За это вам большое спасибо. Также я приглашаю и хочу напомнить вам, что мы участвуем в розыгрыше Суперкубка, который пройдет 29 ноября в 19.30 в Дворце единоборств. Поэтому по возможности прошу посетить и поддержать нас. Спасибо большое вам за теплые слова. Вам удачи в сезоне. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok